Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава ТЕСА. Вы знаете, много говорят о том, что золотой телец был признаком неблагодарности. И в какой-то мере это так и было. Поэтому вот хочется сказать о благодарности. Много рассказывает Пентусевич об этом сегодня. Я хочу добавить его. То, что говорили наши мудрецы, что самое главное иметь в сердце чувство благодарности. Душевный покой начинается с чувства благодарности. Благодарность за то, что ты уже имеешь. Вот сейчас. Не когда-нибудь, а вот сейчас. Так говорили мудрецы. Изменения к лучшему происходят, когда мы настроены на благодарность. А мы не благодарны за сегодня и уже мечтаем о другом. Так не бывает, так мир не устроен. Обратите внимание, когда ты что-то берешь. Вот в еврейской традиции какой-то фрукт первый раз в году кушать, какую-то одежду. Всегда читают Шахияну. Что такое Шахияну? Благодарность Всевышнему за то, что ты дал нам дожить до этого дня. И вот это вот, причем это из-за одежды, из-за фруктов, еще раз говорю, из-за чего угодно. То есть сама благодарность нацелена внутрь человека. Раф Илья Гудесклор писал очень интересную вещь, что отсюда можно выучить, что как важно для человека быть благодарным за добро абсолютно всем. За всем, кто для него совершил, даже не живой природе. Поэтому Машер Эбейн, например, отказывался делать казни, связанные с водой, потому что вода его спасла. Это пишет нам Тора, чтобы мы это поняли. Рассказывается об одном хирурге, который делал операцию на глаза. Он вернулся к Торе в соблюдении заповедей, услышав одного из своих пациентов, он богобоязненный еврей был такой, потерял зрение много лет назад. И перед операцией врач спросил, что бы вы хотели сразу после того, как снимут повязку с глаз. И больной говорит, мои цицид. Потому что написано в Торе, и будут у вас кисти цицид, посмотрев на которые, вы станете вспоминать заповеди Бога. И объяснил, что он имеет в виду. Поскольку Всевышний оказывает ему большую милость, возвращая зрение, как говорит врач, он хочет быть благодарным Богу и укрепиться в соблюдении медсотов и хочет поглядеть на цицид. Это произвело такое впечатление на хирурга, что он сам начал приближение и начал соблюдать заповеди. Вдумайтесь, ведь если Всевышний оказал нам еще большую милость, вот мы стоим, да, чтобы нам, мы видим, даже не требуется нам операция на глаза. Как же нам следует благодарить его за все его милости, когда люди все готовы по благодарности, чтобы вернул зрение, а она уже не забирала, да. Ведь можно осознать, как велика его милость к нам, не проходя через болезнь, не дай Бог. Вот важно то, что если ты понимаешь, что это до того, тебе не нужно потом. Объясняет Бен Ишхай. Каждый человек живет в этом мире, и мир принадлежит Творцу, и он постоянно совершает для людей милости, но человек привыкает к этому потоку благодеяния. Солнце встало, утром проснулся, в руках поднимается все, и не ценит то добро, которое дает, и не осознает обязанности хвалить за это Творца. Но если человек, не дай Бог, заболевает, или не дай Бог, переживает трагедию, он начинает понимать, что вся жизнь, каждый вздох его, это милость со стороны Создателя. И в такие времена он, может быть, и начинает уже благодарить его за постоянную доброту, но получается, что нам надо послать это все, что мы, или неприятность, или болезнь, не дай Бог, зачем это нам? Можно же это делать до того. Поэтому говорят мудрецы, превратите благодарность в привычку. В современном обществе преобладает что? Неблагодарность. Потому не исключено, что благодарное отношение к миру иногда покажется вам некомфортным. Однако, если проявить настойчивость, и в конце концов будут усилия вознаграждены, чтобы говорить спасибо, требуется секунда. Но эти слова оказывают огромное воздействие на Вселенную написано. И вскоре вы убедитесь в этом. Написали мудрецы, практикуйтесь, еще раз практикуйтесь. Снова и снова говорите спасибо, улыбайтесь, давайте в раху. Вы демонстрируете признательность Всевышнему за дары Вселенной. Не стоит принимать свои удачи какие-то в жизни за должное. Благодарите всех вокруг, написано. Родители, жену, мужа, детей, продавцов, сотрудников. Будьте благодарны каждому человеку. Они все приносят что-то в нашу жизнь хорошее. И кто знает, возможно говоря спасибо, вы тем самым учите людей быть более благодарными. То же самое, выбирая какие-то поступки в жизни. Есть очень серьезный практический вывод. Не может быть выбор, включающий в себя даже толику неблагодарности, выбором добра. Благодарность не средство. Это ощущение признательности вот такое к людям. Это единственное средство быть благодарным Всевышнему. Поэтому только соединение маленьких частей дает большое. Мы написаны люди благодарные. И говорит Каббала, благодарность это наша сила. Надо в это вдуматься. Прохавы от слаха.